Добрый день, друзья и подписчики и зрители нашего любимого канала Мир Приключений Путешествий. Мы наконец снова в гостях у Алама и Муслимы. Вы уже смотрели наши предыдущие ролики. Кстати, я хочу сказать, что они больше популярны. И вот нам уже пошли вопросы, задают вопросы. И сегодня я, ну, меня зовут Сергей Тавалаев, вот, мы в гостях снова у Муслимы. И вот недавно мне совсем подарила Муслимы шикарную свою авторскую колоду Таро, московская шахеризада и путь госарбайтеров. Вот, и я даже воспользуюсь такой, ну, возможностью сейчас, будучи Муслимой, хочу попросить ее, как автора, как разработчика собственной колоды, показать расклад. И этот расклад вы, кстати, сами сейчас увидите. Причем я хочу расклад сделать прямо на себя. Это будет вот сейчас, в реальном времени. Сразу вот вы увидите, как делается расклад автором. И автор Муслима сейчас расскажет все по тому, что мы увидим. И мне самому интересно будет, и я думаю, будет вам интересно. Кстати, вы увидите, как делаются расклады. Вы можете потом нам написать свои вопросы, или задать вопросы какие-то, если у вас появится, вот, по раскладу, и Муслим вам всегда ответит. Ну так, поехали, да? Да, вот так. Вот, а я так, ну, вот, как обычный вопрос у меня, что же все-таки, какие вопросы, точнее, на какие вопросы лучше работать с вашей колодой? Моя колода вообще очень такая бытовая. Она не будет отвечать на вопросы духовного роста, потому что для этого существуют другие колоды абсолютно. Эта колода связана с бытом, с жизнью людей, которых, в общем-то, духовный рост не волнует, не интересует. Вопрос жизни, выживания, заработка денег и, ну, улучшения своей жизни. Поэтому эта колода земная, и работает она на земные вопросы. И, конечно, на ней задавать вопросы именно о работе, о документах. Ну, про любовь тоже можно задать вопросы, она на любовь тоже работает. Вот, что ожидает меня, допустим, в ближайшее время? Опять же, какие-то бытовые вопросы, какие вот изменения, какие могут быть предложения по работе, что у меня не в порядке, может быть, в системе документов, и что мне нужно отправить. Потому что очень часто мы приходим на работу, у нас не хватает того или иного документа, и нужно что-то делать, и могут быть из-за этого какие-то затыки. Поэтому, вот, куда поехать на заработок, опять же, выбор страны для человека, который хочет поехать за рубеж и работать. Это не обязательно Средняя Азия, как здесь говорится. Здесь может быть совершенно любой спектр вопросов. Потому что, ну, вопрос государбайтеров – это мировая проблема. И особенно сейчас в Европе, что творится тоже. Миграция вот эта вот из арабских стран. Тоже сейчас вот можно смотреть эти вопросы. Ну, и для тех, кто там живет. Поэтому такого плана. Ну, выбор страны проживания. Опять же, здесь можно смотреть. Ну, партнерские отношения тоже. Партнерские в плане, ну, начальник-подчиненный, коллектив. Как бы я и коллектив, я и мое окружение рабочее. Ну, и любовь, конечно, тоже. Потому что, ну, любовь в контексте, может быть, все-таки, насколько у меня получится тянуть семью, насколько я буду зарабатывать, насколько там я буду соответствовать стандартам моей любимой с точки зрения денег. Все-таки это больше такая вот денежная колода. Хотя есть, конечно, Таро Гномов, который отвечает вот за деньги, за бизнес. Ну, оно вот больше, да, на бизнес. Мое Таро на бизнес не очень хорошо работает, потому что, когда ко мне приходили, ну, довольно богатенькие такие дяди, и я пробовала работать на этой колоде, но они говорят, но они говорят довольно как-то так скудно. Все-таки это не заточено под этот контингент. Поэтому, ну, вот. Ну, я, наверное, такой задам вопрос. Вот сейчас у нас август месяц, да, сегодня у нас 10 августа. Вот ближайшие, там, ну, 2-3 недели, да, можно узнать, или ближайший месяц, там, будет ли мне удача на каком-то виде попрощ, или в какой-то виде деятельности мне сейчас приложить свои усилия, может, там... Посмотреть. Да, если сможет поменять работу, там, или поискать работу. Ну, давайте сейчас мы посмотрим, что вас ожидает. Вот если вы ничего не будете делать, что у вас предполагается быть в ближайшее время. Отлично. Ну, на самом деле, это все прогноз. Так что вы не пугаетесь, если что-то мы там увидим. Потому что прогноз, ну, бывает иногда что-то. Увидеть карту там какую-то там, что-то страшное, ой, сразу клиент, да. На самом деле, будущее, оно многовариатно. Мы выкладываем наиболее видимый такой путь. Если что-то вам не нравится, мы у карт спрашиваем, как мы можем изменить ситуацию. А тем более вы автор, да, и ваши карты. Вы сейчас вам покажете, как это было. Не только мои, вообще любые карты, они вам покажут, какой путь, что надо сделать, чтобы, допустим, не было какой-то ситуации. Потому что мы должны менять свое будущее. Мы не должны плыть по течению. Мы думающие люди. Мы должны включать свое как бы разум. Должны включать свое желание, видение, свою волю. И идти именно так, как мы хотим. Как правило, люди не хотят работать над собой. Они хотят, пусть, вот что у меня будет, и все. Ну, это, ну, человек волен выбирать. Пусть он идет так, как у него будет. И он будет склонять голову, ну, перед какими-то меньшими обстоятельствами, не желая их поменять. Но человек думающий, все-таки он должен менять, если что-то вам не нравится. Поэтому сейчас... Главное не упустить возможности, которые могут оказаться, да? Ну да. Да, поэтому давайте мы посмотрим, что у вас сейчас будет. А левая или правая? Желательно левой рукой. Левой рукой. Так, вот мы сдвигаем. Мы сдвигаем это. Получается здесь такая ситуация. То есть вы как бы заряжаете колоду своей энергией, и она начинает, ну, вот как вы закладываете данные в компьютер, и она начинает просчитывать вероятный путь. Я передал свою, наверное, частицу. Да, и она сейчас будет вот выкладывать сейчас. Что все происходит у вас сейчас? Так. Текущая ситуация? Да, текущая вот сейчас, да. Что у вас ожидается, ну, ближайший месяц? Так. Ну и что у вас ожидается на перспективу? Настоящее? Да. И итог. Вот пока просто мы смотрим. Потом мы сделаем еще один расклад, но уже на совет. Настоящее время. Ну, вообще у вас неплохая работа. Я бы сказала, она приносит вам радость. Но что-то вам становится скучно. Ну, картинки такие у вас очень интересные. Картинки интересные. А видно, да, картинки? Да. Вот. Мы тут видим двойка мячей. То есть все равно красиво, интересно вы живете вроде бы. И неплохо живете. А можно немножко я их раздвину, чтобы просто видно было? Да, конечно, конечно. Три кубка? Да, троечка кубков. Ну, даже как-то, я не знаю, радостно. Все равно вам эта радость уже как-то стала неинтересной. Потому что два мяча, да? Развилка? Да, развилка. Двойка мячей. То есть вы как-то в замешательстве сейчас, видимо, думаете, что делать. И вот король в монет выходит. То есть вам все-таки, я так понимаю, что эта радостная работа не приносит особо много денег. Вы хоть и хотите зарабатывать больше. Так. То есть вы хотите все-таки, я так понимаю, более стабильно и более денежно. Ну, наверное, да. Да. И может быть даже какой-то карьерный рост. Потому что король в монет это все-таки что-то такое вот более серьезное. То есть я свернусь куда-то, да? Да, это вот ситуация. То есть вроде бы неплохо, но... Так, что вас ожидает, если вы ничего особо делать не будете? Так. Ну, я так понимаю, что все-таки пятерка монет. Действительно, сейчас по деньгам у вас не очень будет хорошо. Могут быть даже какие-то потери. Может быть, будут какие-то вложения. Вот. Но тем не менее, в ближайший месяц Аркан Суд, это говорит о том, что ждут какие-то перемены. Возможно, даже будет какое-то приглашение. На какой-то... А внешнего, да? Внешнего, да. То есть, скорее всего, что вот это вот... Может быть, даже у вас будут какие-то терки с начальством по этой карте. Потому что она такая пятерка монет. А в моей колоде она немножко так бы человек по этой самой... Ну, тут даже милиция проверяет. Милиция, да. Ну, вот проверяет. То есть, возможно, что у вас будут какие-то сложности с вашим руководством. Ну, проверят и что-то... Дискомфортно. Дискомфортно будет. То есть, это не есть очень плохая карта, но она дискомфортная. И, скорее всего, это вас подвигнет задуматься. И вот, вероятно, что придет очень какое-то предложение интересное к вам. Вот. И дальше аркан сила. Картинки уже интересно показывают. Да. Аркан сила. То есть, скорее всего, что у вас появятся какие-то новые силы, желания, возможности. И, возможно, даже какой-то переход на новую работу будет. Ну, просто явно он здесь не проглядывается. Просто по энергетике. То есть, начинается вот с такой карты пятерка монет. То есть, здесь как-то все очень как-то грустно и не очень приятно. И даже тревожно. Дальше идет какой-то подъем. А суд – это новый этап. И сила. То есть, вы проявляетесь в полной мере. То есть, скорее всего, мы сейчас можем даже уточнить. То есть, вот когда не очень понятно, что это такое, мы можем выложить уточняющую карту. Допустим, означает ли это предложение ваше на новую работу? Означает ли поиск вами какой-то новой работы? Я вам показываю, да? Да, конечно. Либо это что-то другое, что мы не знаем. Ну, здесь получается, скорее всего, да, что все-таки, вот как бы первая моя информация не совсем была верной. То есть, это, наверное, не будет извне предложения. Это, скорее всего, звезда. Вы будете все-таки, ну, обращать внимание, где вас будут приглашать. То есть, не то, что вот вы будете бегать, искать. Но, скорее всего, просто обострив ваше внимание на поиске работы, вы найдете нужную информацию. То есть, вот получается, здесь из этих трех карт самая сильная звезда. Она старший аркан. Поэтому вот как раз упор на эту информацию. Что, скорее всего, что да, вас пригласят, но вы будете все-таки проявлять какую-то активность. Потому что тут вам не очень комфортно, неприятно. Вот так. Так, и что вас ожидает уже в будущем? Императрица. Аркан на шут дурак. И двойка кубков. Императрица – это в любом случае карта очень хорошая. Это, скорее всего, новое место. Это новые возможности себя реализовать. Это деньги. Это какие-то, может быть, ну, самореализация очень приятная. Не исключено, что в этой работе будет играть роль для вас какая-то женщина. А может быть, мама или родственники? Ну, родственники, мама, может быть. А может быть, это будет связано с какой-то предложением от какой-то женщины. Такой очень известный. И императрица – это серьезный такой. Но дальше идет аркан, шут дурак. Это не значит, что вы шут дурак. Это новая дорога. Это что-то новое. То есть, скорее всего, вы будете задействованы в какой-то новой стихии, новой деятельности. Вам придется, вы тут будете новичок. Хотя у вас хороший опыт за плечами, но вы его переросли. Вот явно эти карты говорят, что вы его переросли. И когда идут уже даже какие-то стерки с начальством, ну, тоже из-за этого не надо переживать. Просто надо подумать об изменении нового курса. Вот. И двойка кубков – это явно, что вам здесь будет комфортно. Новый коллектив, с которым вы будете там общаться, это будет, наверное, душевный, приятный. По крайней мере, по первости, вы будете там чувствовать себя комфортно. Но новое придется что-то такое вот изучать. И итог, чему это придет. Так, тут вообще просто шикарно. Выпала колесница, аркан смерть и колесо фортуны. Во-первых, три старших аркана. Три старших аркана, да. Да, колесница – это триуфальное движение куда-то такое, ну, каким-то высотам. Либо это карьерный рост, либо, может быть, у вас работа будет с разъездами связана. Это тоже не исключено, но все равно это дальше идет аркан смерть. То есть явно это трансформация, это новая жизнь, это новое вообще совершенно новое видение. То есть многие боятся этого аркана. На самом деле смерть – это смена, и у меня она вообще очень позитивная. Я вообще этот аркан очень люблю. Я в предыдущем ролике видел, да. У меня жизнь всегда связана, вообще, вот, предыдущие все связаны с числом 13. Были очень судьбоносные моменты именно 13-го числа. Поэтому, вот, как бы, ну, и вообще, как бы, не надо бояться этого. Ну, и дальше – колесо фортуны. Все-таки это, естественно, здесь вот… Стройка, да, это когда что-то начинается. Стройка, да, это стройка, может быть, стройка каких-то своих проектов. И тут, как бы, вот, да, ну, вот, если смотрели предыдущий ролик, тут, как вдруг, приводит этого нашего героя на новую работу. То есть явно, что будут у вас какие-то помощники, которые смогут вам открыть новые горизонты. То есть вы будете с кем-то работать в паре, либо в коллективе. Ну, в любом случае, я так понимаю, что прогноз очень хороший. То есть вас ожидает… Ну, вот видите, как… Да, поэтому, все-таки, значит, что вам надо сделать? Я думаю, даже не стоит выкладывать расклад на совет, потому что здесь уже мы выложили вот это вот, и оно дает нам совет, вот эта карта звезда, она дает совет. Она дает… А 9 кубков – это изобилие, смотрите? Ну, 9 кубков нет, она хорошая, король кубков, да. Да, ну, в данном случае мы не трактуем их вот значение карт, мы смотрим, именно какая карта отвечает на наш вопрос. Это вот так, наверное, да? Да. То есть мы вот к этой карте, Аркан Суд, что означает? То есть предложение ваше, вы будете бегать искать сами, предложение откуда-то, либо, ну, что-то такое, чего мы не можем предположить, но карты хотят сказать. Вышло второе, потому что это звезда. А звезда, она всегда говорит, что будет, ждите, но все-таки надо двигаться, надо активно. То есть приглядывайтесь, присматривайтесь к предложениям, просматривайте там какие-то резюме, слушайте, может быть, ну, иногда бывает, мне муж ее пропустишь, а иногда, когда человек внимательно, любой разговор он заметит. И какие-то слова могут стать для него судьбоносными. То есть явно, что звезда, звезда – это далекое солнце, к нему надо дойти, то есть это будет не сразу, я не думаю, что это будет в течение месяца. Ну, скорее всего, что это до зимы вы поменяете, что-то у вас изменится очень хорошо. И тем более, прям вот самый заключительный аккорд – это у нас три старших аркана на итог выпало, просто, ну, вот супер. Отлично. Поэтому главное, вам надо прислушиваться, вот, глядываться, присматриваться к окружению, вас просто поведут на новое место, и все. И вам там будет, скорее всего, очень комфортно. Но придется вложить какие-то, скажем так, энергетические силы, неправильно сказала, в общем, вложить энергию, да? Ну, усилия какие-то. Да, усилия, да-да-да, просто слово. Терпение какое-то. Терпение для того, чтобы научиться чем-то, потому что это будет новое. Поскольку это новое поприще, да? Ну, это новое поприще, нет, вы будете, прежний опыт у вас останется, но будет что-то новое. Но здесь еще будет что-то, это будет для вашего развития, для вашего роста, то есть необходимость. Потому что вот это аркан, вообще карта суд, это вообще считается кармическая карта. Вот так, да? И вот фортуна, у вас две кармические карты выпало. То есть это по судьбе. Друзья, ну вот смотрите, сейчас только что вы видели, как вот сам автор Алама Муслима показала, буквально на мой вопрос, что какие у меня могут быть изменения в ближайшем будущем. Вот сейчас на карте Таро Газарбайтеров, на колой карте Таро Газарбайтеров был показан авторский расклад от Алама Муслима. Муслима, такой вопрос, но интересно все-таки, вы можете немножко рассказать про свой опыт, как вот у вас, вы уже рассказывали в предыдущих роликах, но поскольку сейчас вы показали расклад, вот допустим, наверняка кто-то захочет обратиться к вам или захотят тоже узнать, как бы, про свои вопросы, вот, чтобы люди просто знали, как бы, как вас найти, там, как с вами связаться. Ну, ко мне можно обращаться по любым вопросам. То есть, карты Таро, я не только на картах Таро, вы же можете, да, вот такие расклады, и такие, то есть, я могу на своей колоде, я могу на классической, потому что... Слушайте внимательно, да. У меня очень, вообще, в арсенале около 50 колод, вот, как-то был, по-моему, ролик, я некоторые из них показывала, вот, ну, на самом деле, можно работать и на одной колоде, на все вопросы отвечать, потому что любая колода, она очень информативная. Вот, потому, любая колода, все-таки, это серьезная вещь, это голограмма Вселенной, особенно классика, конечно, классике мы отдаем предпочтение. Классика — это Райдер Вейт, это Марсельская Таро, это Таро Акроули, Таро Тота. Конечно, на этих колодах мы работаем, я стараюсь работать, более глобальные вопросы решать, вопросы духовного роста, вопросы способностей, возможностей человека, вот, ну, конечно, бытовые вопросы тоже, поэтому можно, я могу работать по желанию вопрошающего клиента, если он пришел ко мне и хочет на определенные колоды, то я всегда с удовольствием работаю на той колоде, на которой он хочет, потому что иногда ко мне приходят люди и говорят, я не хочу эту колоду, мне она не нравится, вот, давайте вот это. У меня на столе лежит много колод, то есть человек выбирает. Ну, как сказать, желающий по скайпу получит то, что он хочет, и получит расклад на той колоде, на которой он хочет. У меня есть клиенты, которые уже просто визуально представляют карты, я работаю по телефону и называю им, что получилось, и они уже сами так для себя трактуют. Ну, тоже, опять же, нравится, пускай так делают, потому что второе, это вещь такая, что здесь можно делать все, что угодно, главное, чтобы это делать, ну, с вдохновением. Здесь нет таких вот застывших форм, что именно вот такой расклад. Ну, я училась в школе, нам давали расклады, много раскладов, я их учила наизусть. Ну, не только я, в общем, мы учили их. Большие расклады, забывали, иногда подглядывали там шпаргалку, а потом, когда в процессе, я поняла, что, ну, расклады-то хорошо, есть классические расклады, есть расклады там определенные, которые действительно надо выучить. Они пришли уже из глубины веков, или их разработал какой-нибудь известный автор, который действительно тут, ну, не поспоришь. Ну, сейчас расклады, полный интернет вообще этих раскладов, и каждый, что во что гораст. Ну, это хорошо, это классно. Ну, не стоит все это запоминать, потому что расклад – это вещь авторская. И для каждого торолога, скорее всего, ну, что я могу посоветовать, особенно начинающим торологам, придумывайте сами расклады. Расклады можно придумать. Все равно расклады придумывали люди. И поэтому, тем более, если это ваш расклад, он будет на вас работать. Ну, и, конечно, классические расклады тоже используют, потому что там Кельский крест, это уже обязательно вокзал для двоих, это наработки нашей школы Тару. Вот, то есть эти расклады тоже. Ну, потом для определенного случая определенные расклады. Иногда я просто без расклада работаю, я просто выкладываю карты, как рука ляжет, и трактую. И совершенно правильно. И бывает такое, что здесь вообще, спрашивают, а какой это расклад? Да нет, это никакой не расклад. Просто вот карты ложатся так, как они хотят. Иногда я просто выкладываю большой расклад, нужно уточнять карты. Я вот вам сейчас показала, как уточняли, вот, допустим, одну карту, да, к концу. Непонятная какая-то карта. Я кладу уточняющие карты. Здесь, например, мне что-то непонятное. Я кладу еще что-то уточняющее. Иногда я работаю на двух, на трех колодах. Тогда получается очень объемная информация. По тому же вопросу. Да, по тому же вопросу. Вот, я уточняю другой колодой, и получается немножко другой оттенок, другой вид. Получается более глубокий такой, глубокий смысл. Это очень интересно вообще, когда работать вот не на одной колоде. Поэтому обращайтесь на любой вопрос, постараюсь ответить. А вот учите? Есть у вас ученики? Учеников, да, ученики есть. Ага. Обучаю. То есть могут обратиться, если... Да, вопрос очень часто. А у меня есть способности или нет? Ну, если есть у тебя же способности, если есть у тебя желание, то, значит, есть у тебя способности. Потому что в каждом человеке заложена вот эта частичка божественного огня. То есть вот эта способность к ясновидению, к яснослышанию, к познанию будущего, вот через карты даже, все равно это ясновидение идет. В каждом человеке это и есть. Просто люди об этом не задумываются. Они с этим живут и так уходят, иногда не раскрыв даже свои способности. В человеке, если есть и желание, то, естественно, эта искорка, она разгорается в более обширное пламя. Человек начинает видеть, слышать, прорицать и что-то такое делать. Поэтому, когда человек, новичок, начинает работать с картами, у него потихонечку открываются вот эти вот каналы ясновидения. И иногда вот, ну, у меня тоже это уже пришло с годами, потому что я уже давно работаю. Я делаю расклад, смотрю в карты, а говорю совершенно другое. То есть, иногда говорю такие картинки, о которых вообще, ну, собственно говоря, в картах этого быть не может. Подробности такие. Я иногда сама думаю, какую-то я говорю вообще чушь, что-то я несу такое вообще просто. И вот у меня несколько раз так было, я думаю, какую-то я сказала ерунду. А потом мне звонит клиент, вы знаете, вот мой там это самое мужчина выпил немножко, раскрылся мне и рассказал вот то, что вы мне сказали слово в слово. Был прям такой случай четко. Одно к одному. Я удивлялась вообще. Такие вещи, такие подробности я говорила. Ну, и вдруг это самое, вот она мне говорит, что он, да, вот немножко он так трезво не хотел говорить, а тут вот так получилось, что он мне рассказал все вот эти подробности. Ну, я, конечно, удивляюсь, но с одной стороны удивляюсь, с другой стороны не удивляюсь, потому что, ну, это вот и я просто знаю этот процесс, что процесс ясновидения начинается вот скорее всего с карт. Ну, и еще я хотела бы сказать, что вообще вопрос прорицания через карты считается, это самый низкий уровень вообще ясновидения. Человек, когда идет дальше, ну, работает с картами много лет, иногда он начинает видеть уже и без карт. Он просто начинает видеть. Вот. Ну, а вот такой вопрос, допустим, вот люди хотят узнать свои способности, да? И вот как-то они могут узнать через карты Таро? Или хотя бы направление? Направление, конечно, да. Но у вас способности... Может, какие-то колоды вы подскажете? В любом случае способности, как я тестирую, конечно, своих учеников, но я иногда сразу вижу, для чего человек пришел. Хочет познавать себя, познавать мир, либо он пришел зарабатывать деньги. Вот, когда идет вот на эту тему, ну, это, конечно, понятно, что мы все работаем, мы зарабатываем деньги, естественно, не бесплатно, но здесь надо иногда давать тормоз, не надо думать о деньгах. Сначала надо думать о познании, вообще о желании, сначала надо стать эзотериком, а деньги, они придут тоже сами. Вот, поэтому... Ну, способности, да, просто не то, что способности, я выкладываю расклады, смотрю, насколько вообще у человека это быстро пойдет. Или это будет долго, или это будет очень быстро. Вот, у меня ученица, она два года, она ходит и ходит, но она вот стандартные значения записала в тетрадь, и она не может от них оторваться. Вот, тройка кубков, это вот просто, вот, например, просто радость, это праздник. Иногда это выходит так. Да, это просто состояние души, это может быть что-то еще. Нет, а вот тут написано, это вот праздник. Я говорю, ну, это не о празднике сейчас речь идет, это вот идет о том-то. Ну, вот, бывают такие люди, они вот боятся, но это просто медленно развивается, или просто у него нет особого желания. А, в принципе, любой может научиться, поэтому обращайтесь. Так что не бойтесь, звоните, пишите, пишите нам на канал, обращайтесь к мыслями, а вам она всегда подскажет. Вы были на канале у нас Мир Приключений и Путешествий. Не бойтесь путешествовать и не бойтесь приключений. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok